Сегодня со мной в студии программы «Простые чудеса» замечательный человек, наш большой друг, постоянный участник программы на телеканале «Спас Протеерей» Игорь Фомин. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Ну вот, наконец-то вы к нам пришли, мы очень рады. Мы с вами в других форматах всегда встречаемся, а здесь вот теперь вы пришли, чтобы рассказать нам о том, как Господь вам свою силу и свои чудеса показывал в жизни. Ну, вообще, священник – это всегда одно большое такое присутствие при чуде. Вот, если так можно сказать. Это очень при чуде, это очень здорово. Да, с нами, может быть, мало чудес совершается вот со священниками, но вот в окружении нас очень много. И мне один старый батюшка, когда я только начинал свое священческое служение, сказал очень интересную вещь. Все время же ходят такие разговоры, вот мы из верующего духовенства, вот он не из верующего духовенства, ну и так далее. И он говорит, что священнику невозможно быть неверующим. При нем столько происходит чудес, перерождений, изменений, что просто остаться неверующим невозможно, или стать неверующим невозможно. И вот, вы знаете, действительно, священник – это одно большое сполошное чудо. Вот его жизнь, он в чуде. Но тут же интересно еще не только ваше служение, потому что здесь понятно, вы такой проводник, вот, такой, я не знаю, трансформатор большой, а то масса лампочек, которые зажигаются. Трансформатор-то работает, гудит и гудит, а лампочки, вот их видно, они зажигаются. Великолепное сравнение. Да. И, ну, интересен же путь как человека вашего. Вы же не родились священником, правильно? К этому пришли. Я знаю, что у вас были очень интересные истории в жизни, когда в молодости вы почувствовали присутствие Бога живого. Да, это действительно было. Я алтарничал с 14 лет, меня в 14 лет вели в алтарь. И было это в подмосковном храме в селе Олексино, совершенно замечательное, потрясающее место, потрясающий батюшка служил там, он уже скончался, наш духовник потом стал, отец Василий Владышевский. И вот, конечно, рядом с ним происходило много каких-то таких событий, исцелений происходило. Я же говорю, вот, свидетелем было очень-очень много всего. А то, что с нами происходит, вот, лично со мной, я почему-то всегда думал, что так и должно быть. Вот, что это все должно быть. Хотя, кому-то что-то говоришь, все говорят, о, вот это да, вот это чудо Божие. И, вы знаете, присутствие Божие, я действительно, я почувствовал первый раз вот в алтаре во время Евхаристии. Для меня это было какое-то особое переживание присутствие вот здесь Христа. Я пытаюсь сейчас человеческими словами выразить то, что, в общем-то, выразить почти невозможно. Это где-то какое-то внутреннее переживание. Как спустя много лет, когда после смерти духовника он мне вот так вот явился, мы с ним беседовали, общались, уже после его смерти. И он мне сказал, что, говорит, не переживай, все будет хорошо, только не делай вот этого. У меня есть определенная задача, чего не делать, и тогда все будет хорошо. Причем это распространяется абсолютно на всех, которые вокруг меня, что если я этого не делаю, то, в общем-то, всем хорошо. Вот точно так же объяснить это невозможно. И точно так же невозможно объяснить присутствие Божие, когда ты в Евхаристии вдруг ощущаешь самого Христа. Для меня это, как для подростка тогда, было очень колоссальное переживание, которое, наверное, повлияло на всю мою жизнь. Вы родились в семье священника и выросли в семье священника. То есть, в принципе, как бы путь был, ну, некоторым образом предначертан, так? Ну, нет. Или все-таки вам давали выбор? Отец, да, отец не сразу стал священником. Он стал священником в 89-м году, а вот в храм мы стали ходить с 79-го года. Причем он стал читать Евангелие в 75-м году. Ему из-за рубежа привезли и дали Евангелие. Вот такое маленькое. Оно, к сожалению, не сохранилось. Знаете, что это было нагазуемо? Да. Перемещение через государственную границу книг религиозного содержания, и богослужебных книг наказывал советский метр. Да, абсолютно так и есть. Удивительно. Да, он работал в Академии наук и как-то ехал в метро. И не знаю, с чего, я тогда не спросил, он стал вдруг читать Евангелие в метро. И когда он выходил из поезда, к нему подошли сотрудники милиции и попросили пройти в отделение милиции, где, в общем-то, он должен был предъявить то, что у него в карманах. Видно, кто-то постучал, кто-то, в общем-то, сказал. Был такой момент. Да, вот. Но мы всегда ходили в храм. Вот с 79-го года, я не помню, наверное, ни одного воскресенья, чтобы мы не попали в храм. Хотя даже когда ездили на байдарках, по Можайскому водохранилище, по Москве-реке, по Селегеру, все равно даже там находили, в общем-то, не храмы, куда мы, в общем-то, ходили в советское время. И, естественно, было с этим сопряжено и какие-то события очень такие замечательные, интересные. Я помню, как к нам привезли маленькую иконочку, монреальдская икона Божьей Матери, Иверскую. Папа с присущей ему математической такой, в общем-то, пунктуальностью, аккуратностью взял эту иконочку, врезал в рамочку из ватмана, поставил, значит, на столик. Я это прекрасно помню, столик стоял под иконным углом. И вот вдруг в какой-то момент вся поверхность столика стала маслянистой. Она стала мироточить, вот эта икона. И причем есть мироточение без запаха, а и запахом. Был необычайный запах. В блюдечко поставили. Блюдечко за сутки полностью, вот, чайное блюдечко наполнялось. Вот мы сливали, раздавали. Это был, конечно, такой поразительный. Это потрясающий момент. Да, и каких-то таких, знаете, проявлений присутствия Божия и проявлений к тебе тоже было очень много.